вот здесь отмазалась герметика сейчас мы будем снимать клапанную крышку чтобы у него полопы мы сбрызгиваем пол водой вот так вот выглядят болты которые держат крышку клапанов они у нас дистанционные чтобы не раздавить прокладку которая у нас идет под той же самой крышкой клапанов прокладка у нас резиновая собственно болты мы открутили опа значит что мы делаем мы аккуратненько прокладочку поддеваем чтобы нигде она не прилипла если сильно тянуть бездумно можно прокладку порвать а прокладка стоит денег ее еще можно ждать поэтому производим манипуляции крайне осторожны вот у нас что появилось на свет ну крышечка чистая нагара нет что можно сказать здесь уже кто-то был до нас в этих местах вот прокладка клапанной крышки смазана герметиком система зажигания датчик такой ключик отставляем и крутим коленвал когда нужно провернуть распредвалы вот видишь резьба вот отверстие что-то мне подсказывает что если хватает болтика и отверстие немножко не совпадают вот теперь туда посмотри там болтик валяется между стенкой головки и этим механизмом так вот тут болтик вырвало и перекосило вот он болтик валяется это болтик снизу а здесь должен быть еще один где-то он валяется в дверь собственно мы будем искать снимаю натяжитель так вот я уже рассказал что вся проблема вот в этом деле то есть мотоцикл не заводился троил чихал я думал что проблема в свечах что их залила после зимней спячки но проблема к сожалению не свечах открутились вот эти вот болтики механизм погнуло хорошо хоть корпус головки цел на внутренних болтах шайбочки есть наружных нету успокоитель целенький места где трутся распредвалы тоже в принципе неплохом состоянии на глаз конечно не до цепи подцепить проволочкой и примутать аккуратненько что мне че нигде не брякнуло достаем и цепочку подвешиваем не знаю как это произошло вот собственно распредвал выхлопных клапанов у нас какой-то датчик я пока не знаю какой датчик точнее он не здесь он у нас в блоке когда эти выступы пролетают мимо датчика и вот этот вот соответственно он дает импульсы естественно двигатель тупо не работал нормально из-за того что это планка у нас она провернута на 80 градусов кстати она слезает и что шевелил так вот должна стоять она вот так японцы предусмотрительно разнесли отверстие на разный диаметр от центра чтобы криворукие мастера не могли собрать неправильно сейчас покажу видно что отверстия не совпадают и второе тоже отверстие не будет совпадать вот видно а так совпадает по щели видно что ее повело просто так неплохо здесь еще и заусенцы чтобы ставить ее на место нужно выровнять вот эту вот деталь потому что так она не притянется нормально и по-любому открутиться опять ее нужно либо как-то выровнять до идеально ровного состояния чтобы поверхность прилегания была ровной либо нужно ее заменить где-то найти новую или бэушную хорошем состоянии и установить на место чем мы займемся ближе шире вот такие вот дела клапана порегулировать открыл крышку в принципе все всем пока этим подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и дизлайки подписывайтесь на канал расскажите нам как будет штуку исправили дома с помощью молотка и чьей-то матери ждем советов занимаемся высаживанием саженца в гараже чтобы саженцы росли хорошо нужно замечательно все смочить водичкой как и и и